Всем привет! Вы на канале Nostalki Live. Сегодня у нас сами в гостях Настя и Гоша, а играть мы будем в единственную локализованную игру от Oingames, которая называется Предельное погружение, а в оригинале Deep Sea Adventure. Погнали! В настольной игре Предельное погружение мы с ребятами возьмем на себя роль искателей сокровищ в глубинах океана. Но денег хватило нам только на одну подводную лодку и на один кислородный баллон. И мы вместе все отправились искать всякие классности и полезности на дне. Так как у нас общий кислород, мы будем его тратить совместно, и, соответственно, наиболее жадные будут тратить его сильнее. Но есть опасность не заработать таким образом победных очков. Мы будем играть три последовательных раунда и в конце по количеству набранных очков определим победителя. Мы определим первого игрока и будем ходить по очереди по часовой стрелке. А в свой ход игрок должен выполнить следующие шаги. В самом начале, пока у нас нет ни у кого сокровищ, а сокровища прячутся вот под этими жетончиками. Они специально лежат рубашкой вверх, чтобы мы не видели номинал. Там абсолютно разный номинал на жетонах, и чем дальше они от подводной лодки, тем цифра, соответственно, больше и можно больше набрать очков. Так вот, в свой ход, в начале своего хода игрок уменьшает значение кислорода на такое количество делений, сколько жетонов сокровищ он несет прямо сейчас. Затем он решает двигаться дальше или возвращаться на лодку. Как вы уже наверняка поняли, чтобы получить победные очки, нужно сокровища принести на подводную лодку. И то есть, если я нахожусь вот здесь, я могу выбрать двигаться вперед, то есть оставить своего аквалангиста лицом вперед, либо могу развернуться, чтобы начинать движение назад, возвращаться к подводной лодке. Если я выбрал возвращаться назад, то в этом раунде вперед я уже пойти не смогу. После этого я бросаю два кубика. Из суммы получившихся значений я вычитаю количество сокровищ, которые у меня есть уже в запасе. То есть, например, я два сокровища поднял и двигаюсь на эту разницу. То есть, два сокровища и четыре движения, то есть у меня есть всего два движения. После этого я могу либо ничего не делать, либо могу поднять очередное сокровище. Я забираю жетон себе, не глядя, в конце раунда я посмотрю, какое здесь значение и заменяю вот на такой бланк. Теперь по нему можно будет ходить. Кстати, при движении, если передо мной есть другие аквалангисты, я их просто перешагиваю. В данном случае, чтобы пойти на два, я сделаю раз и два. Вот таким вот образом. Также, находясь на жетоне с пустышкой, я могу, наоборот, сбросить сокровище. То есть, бланк убирается, а сокровище кладется на его место. Причем, неважно, можно более дорогое сокровище принести и бросить, наоборот, ближе к подводной лодке. Раунд заканчивается, как только заканчивается кислород. Все, кто остались, точнее вернулись на лодку, открывают свои жетоны сокровищ и считают победные очки за раунд. Все, кто не смог добраться, теряют все свои сокровища. И, предположим, я насобирал сокровища вот таким вот образом. У меня было три, но я не донес. Вся эта стопка отправляется в конец очереди. Теперь игрок, который поднимет ее, будет считать за одно сокровище. То есть, если я добежал и взял, то буду из суммы кубиков вычитать только единицу. Но зато здесь много победных очков. Также в конце раунда все бланки, которые были в ряду, они все сбросятся, а жетончики сдвинутся. То есть, вот эта змейка будет становиться все короче и короче. Так мы играем три раунда. И напоминаю, что кто наберет больше всех победных очков и станет победителем. Ну что, первым игроком у нас будет Анечка. И Анечка начинает движение. Погнали. Сразу побежим. На кубиках 1-3. Значение. Это чит. Просто. 1-2-3-4-5-6. Я пока не буду брать. Не будешь брать. Так, моя задача выкинуть 6. По 4. 1-2-3-4. Чего не делай пока. 5. 1-2-3-4-5. Вот так вот. Тоже ничего не делаю? То есть, мой план выкинуть. 1-2-3-4-5. В целом, да. Мне достаточно 5 кинуть. У-у-у. 1-2-3-4-5-6. Не, я не стану поднимать. Все хорошо. Обратите внимание, что мы не уменьшаем кислород, потому что у нас нет поднятых сокровищ. А мы продолжаем или с последнего? Нет? Все так же по кругу ходим? В общем, просто продолжаем ходить в той часовой стрелке. 4. 4. 1-2-3-4. Пока осталось. Страшно, очень страшно. 4. 1-2-3-4. Но я, пожалуй, знаете, развернусь и, наверное, заберу. Угу. И... Есть жетончик? Есть. Теперь мы в Гошин ход будем снижать на один. Да, в начале его хода. Ты не смотришь жетон? Не смотришь, не смотришь. 4. 1-2-3-4. Нет, я не буду пока ничего брать. Так. Ну, вот трешечки, блин. 1-2-3-4. Простите, я перевернул тут желтого игрока. Слушайте, ну, насколько быстро кислорода стечет, интересно? Пока непонятно. Не, я хочу что-нибудь пожирнее. Я оставил. 5. 5. 1-2-3-4-5. Я возьму. Угу. Так, я пока что в ту сторону иду. Все так. Так, Гоша в начале своего хода понижает кислород на один. Так, я сейчас принимаю решение идти или... Сейчас ты принимаешь решение вернуться или остаться. Я лучше пока развернусь. Гоша осторожный. Кланкер. Возможно, он мой план выбирает. Подождать пока все уйдут и начать собирать единички. Да. У меня 4. У меня одно сокровище. Я иду на 3. 1-2-3. Будешь поднимать? Забираю. Ну, конечно. Конечно же. Ладно. Ну, давай. 4. 1-2-3-4. И заберу. Так, и смотришь ты все еще... Ну, все еще пока прямо. Все еще пока прямо. Так. Блин, что за... Беги, Форест. По-моему, туда, да? Я бегу пока что на дно. Но... Может, развернуться? Да нет, с нами нормально. То есть... Да нет, я сейчас выкину шестерку и окажется вот тут. Ну, потом назад также шестерку выкинуешь. Я... Вы знаете, я развернусь и подниму что-нибудь вот здесь. Слишком. Вот. 1-2-3-4-5-6. То есть я ничего не поднял? Да? Классно. А я развернусь и пойду назад. Я просто посмотрел на рыбок и возвращаюсь. Вот 4. Но у меня есть жетон, поэтому 3. 1-2-3. А ты уменьшила кислорода-то? Нет. Не уменьшила. Угу. А сейчас быстро все закончится. Я заберу. Может, еще два слазика подальше? Вот. Все, пожалуйста, Гоша. Так, на два. На два кислорода. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но у него два. Я двигаюсь на три. А, раз, два, три. Двигаюсь на три. Это будет... Давай пока ставлю в следующем ходу. Я думаю, что я не выкину там много. Давайте я тоже развернусь. Отлично. Так, за ноги. Двигаюсь на три. Да. Кислород. Раз, два, три. Ну, конечно, супер. Опасно, опасно. Надо было поднимать. Там три точки предлагают подобрать. Ну что? Надо было поднимать. Раз, два, три, четыре. Эй, ты мусор. И поднял. И поднял. Вяжем. Так, на два. У меня на два. Угу. О, шесть. Нормально. На четыре. Раз, два, три, четыре. Не буду поднимать. Такие вы не рисковые вообще. Ну, потом единички за вами поподбираю. Так, на два за кислород. На два за кислород. Пять. То есть, на три. Раз, два, три. Поднимаешь последний? Конечно, поднимаю. Конечно, поднимает. Так, уменьшил кислород на два за Настю. Так, да. Ты уменьшил. У меня пять минус два, это три. Раз, два, три. Блин. Ну, я буду кидать минус три каждый раз себя. Да, да. Я тоже, мне кажется, опасно. Нет, Соня, вот в двое очень далеко идти. Итак, я снизил за себя на один кислород. Раз, два. У тебя один. А, блин. Да я все равно... Ладно. Раз. Тоже поднял. Вообще, конечно, с твоим везением на кислород. Губы. Постой, постой, постой. Какой поднял? Здесь у вас осталось семь кислорода, а мы на отметке тринадцать. То есть, у меня будет еще один ход только, чтобы вернуться обратно. Не факт, что ты выйдешь. Поэтому я не буду ничего поднимать. Лучше одно очко, чем ноль. Это же верно. Аня, теряем кислород на два. Четыре минус два. Раз, два. Кажется, мы не доходим. Раз, два, три. Кислород. Ну, как бы я захожу. И просто вышел. А я еще на раз, два, три. Может быть, подобрать, чтобы все со мной тут поддохли. Так. Ну, там осталось раз, два, три, четыре, пять. Ну, на тебе закончится скорее кислород. Нет, раньше. А мы заглушим будем снижать? Нет, не будем. Он больше не потребляет кислород, поэтому да. Ну, я явно не выйду за один ход, правильно? За один ход? Скорее всего, нет. Можно все выкинуть. Да нет, я думаю, что мне нет смысла не подбирать. Это никому уже не помешает. Ну, просто да. Ты отправишь это сокровище на глубину в следующем раунде. А, давайте. Это, кстати, прикольно. Давайте отправим его на глубину. Так, за меня уменьшаем кислород и... Раз, два, три, четыре, пять. Мне надо шесть бросить, пожалуйста. А ты что, я утонул просто? С одной единичкой? Давай шесть. Шесть. Почти. Раз, два, три. Взял. Аня, раз, два. Ну, я там, конечно, очень далеко, глубоко. Шесть. Раз, два, три, четыре. Да, подставь меня. Блин, может сбросить? Ну... А какой смысл? Сейчас на Насте все закончится. Ладно, оставлю. Давай. А, на меня снижается на три. Так, раз, два, три. И ты ходишь еще ход целиком. О-о-о! Раз, два, три. Четыре. Не, на три. На три. Ой, да. Будешь поднимать? Круто. Приблизим крутые сокровища. Давайте приблизим крутые сокровища. Приблизим крутые сокровища. Да, давайте. Итак, раунд. Раунд закончился. Значит, что происходит? Гоша открывает свои жетоны. Ого. Девять очков. А мы с вами отправляемся на дно. Итого. Я собираю свои жетоны в штатки по три. По три, по три, да. И вот так. Потом... Потом я, да? Да. Ну и... Ну и я. Вот. Теперь мы все возвращаемся на базу. Все бланки убираются. И ходить будет первой. У нас было 11 кружочков. Ходить будет первой Настя. Бежим. А почему нет? Да. Потому что ты дальше всех от лодки была, да? Ну, брудник, а теперь он плохо ходит, нет? У тебя не через кого прыгать? Ну да. Вот мне тоже так показалось. В начале следующего ходу. У тебя есть ног через кого прыгать? Ну, не знаю, может быть. Вы прыгали, прыгали, а в итоге не дошли. Да. Иду на пять. Раз, два, три, четыре, пять. Уже нормально. А давай я подберу, а что нет? Ну давайте. Да ну, ека, Ламане. Что такое? Три. Просто поднимаем. Я понимаю, ты не будешь ничего поднимать. Нет. Через кого там у меня прыгать? Четыре. Через Тимура? Раз, два, три, четыре. Так ты Майклом Джексоном идешь? Да. Аммм, пока не буду поднимать. Так. Ну. Настя посмотрела, что у Гоши пятерки. Конечно. Три. Раз, два, три. Как я удобно встал. О, какие мы нелашки. Так, потери кислорода на один. Отлично. Гусор, что она творит? Что ты делаешь? Так, намек понят. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Поднял. Так. Четыре. Раз, два, три, четыре. Я тоже подниму. Опять я Майкл Джексон. Три. Три. Раз, два, три. Поднял. За меня на два. Я пока еще вперед. Начинаем задыхаться потихоньку. На ноль. На ноль. О! Интересно. Можешь сбросить, одно закрыть. Я не вертю. Я не вертю. Так, я с вашего позволения развернусь. Знаю я, знаю я, как с вами играть. Блин, мне бы на два нормально, кстати, было сходить. Мне бы на два тоже было бы нормально сходить. На три. Раз, два, три. Ну ладно, а что? Поднимем. Так. Анечка кислород потратила. Ну давайте еще шажок. Еще четыре шажка. Раз, два, три, четыре. Ну зато уже какую классную взяла. Круто, круто. Толку от классной, если ты не вернешься? Скину назад все. Ну вообще, давайте я развернусь. Я буду играть от аккуратного. Четыре, то есть на три со своим сокровищем. Раз, два, три. Поднимем. Так, у вас там теперь. За меня на два. Раз, два. То есть сейчас... Ой, что-то страшно стало. То есть на шесть оно двигается между моими ходами, да? Я понял. Сейчас Гоша дойдет. Это на два. Раз, два. Конечно. Конечно. Так, в начале хода. Раз, два. Ой, я побежал, побежал. На три. Раз, два, три. Ого. Так, за меня на два. Я не вы... Я возвращаюсь. Я не выду, только если выкину двойку. Кислоту подвиняли? Заню, да. Да, подвиняли. Три. На один. Подбирай. Ну, пожалуй, нет. На два. На два за Гошу. Гоша, стоять на месте. Я постою. За Настю на три. Раз, два, три. Четыре. Ой, на один. На один. Ой. Господи. Блин, а я смогу уйти, интересно, если я подберу еще один. Так. Ну, наверное, да. Наверное, есть шанс, что я не буду. Раз, два, три. И сейчас решается самый важный момент этой игры. Мне надо кинуть четыре. Четыре плюс мне надо кинуть. Ну, пожалуйста. О, смотри, почти получилось. Чуть-чуть меньше. Сейчас, смотрите, я как кину вам тут. Четыре. Пошла на два. Подобрать, что ли? Ну, только если ты хочешь утопить сокровище. Ну, в любом случае, как бы, я сделаю так, чтобы в следующий раз я добежала. Так, Гоша, в твой ход заканчивается этот порог, но у тебя сейчас он выйдет, вот это будет вообще. Ему один шаг сегодня надо сделать. Чемпион предельного погружения. Я вышел. Вышел. Да что с ним не так? Ну, все. Гласс. Так, кто там дальше? А, не сбрасывайся, короче. Коша срывает очки, да, а сами начинаем сбрасывать. Это вообще догоняемо? Да. Ну, просто, да, нужно собрать вот это и все. Так, все, возвращаемся. Я нагриндила. Но, вот. Вот, смотрите, как осталось, видите? Вот это все зато становится прям супер близко. Я буду первая ходить. Еее. Причем мы до сих пор не видели ни одного пяти- или шестиугольного жетона. Вот, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подберу сразу. Да что вы за нормальная. Гоша, бросай. Пять. Ну, просто за ней. А, да, за ней, знаете что, пожалуй, я... Давайте я беру. Какие вы. Такие вы жадные, ужас просто. А я вот сюда. На три. Раз, два, три, пока не буду собрать. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, ну вот это уже опасно, конечно. Да ладно, там всего-то. А какие вы. Какие вы? Пан или пропал? Заменя кислород на один. Все, понеслась. Я иду и все еще вперед. На четыре. На три. Раз, два. А, ну да, сэмзик. Я заберу. Перемейкл Джекса. Так, мне на один за Гоша. За кислород. Четыре. На четыре. Раз, два, три, четыре. Неловко получилось. Да, да. Давайте я... Ну да, я пока в ту, но я пока не буду. Раз, два, четыре, 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 пять, шесть. Да, блин! Да ну блин! Это мы... Так, мы туда шли. Это мы сберем. Чит. Развернулся я. Хотел поднять стопку. А, я сейчас минус три буду? Нет, это как стопка. Стопка. Сохрани как стопку. Это одно сокровище. Я уже совпугалась. Ничего себе. Четыре. Раз, два, три, четыре. Да потому что надо было вперед идти. Что-то назад было. Раз, два, три, четыре. Вот сюда, по-твоему, надо было идти? Раз, два, три, четыре. Скинул сокровище. Шутка, конечно. За меня на два. Угу. А я попробую все еще вперед. На три. Раз, два, три. Ух. Мощно, мощно. На один заглуш. А я трус. Разворачиваюсь. Угу. Иду назад. На три. Раз, два, три. Забрал. Конечно. Кто бы не забрал. Блин, я же не выйду, если я пойду дальше. За Настю на один. Ну так хочется пойти. Я что-нибудь подобрал. Да иди, потом через меня на зад припрыгну. Да-да-да. Нет, прыгай на зад. Три. Что? Так. Просто всю стопку. Кислород на один. Раз. И забрал. Неплохо. Сейчас, если там какие-нибудь двенашки, то... На три за меня. Раз, два, три. Я разворачиваюсь. А что не до конца? Да что-то как-то не. Что, ну давай, надо шесть бросать. Вот так? Да. Раз, два, три. Я хочу тут скинуть вот эту. И я в этот момент я разворачиваюсь. Так, за меня на два кислорода. Двигаюсь на два. Раз, два. Скидывай. За меня на один кислород. Двигаюсь на... Не выйдешь же. А то скинешь. Тимур. На два за меня. А, ну все, это мой последний ход, походу. Иван, может выйдешь сейчас? Хотя... Получилось. На два за Аню. Да. А, нет, у меня еще будет ход. У меня тут только и будет. Нет. Аня вообще не подвинулась никуда. Прощай, дорогая. На два кислорода. Четыре. То есть на два. Угу. За два. Ладно, у меня нет на самом деле шансов вытянуть, но тем не менее. На два. Да. Мя. На два за меня. Ой, я еще схожу. Сейчас я вам покажу, как это... Давайте муд. Ну пожалуйста. Да, ну вот, короче... Я. Да. Да, давай. Не знаю, зачем. Три. На один поднял. Еее, подняла. Все, все утонули. Знаете, сколько у меня там было? Знаете, сколько у меня там было? А у меня... 20. Ну, вот, вы видели, 15. 28 очков. Вышел бы по видео, прикинь. У меня больше. У меня 30. У меня хотя бы шанс гипотетически было. Много собрала, да. Гипотетически. Ну, вы жадные, конечно. Мы жадные, просто. Ужас. Но все смешно реально, что до последнего раунда только у Гоши были очки. У него, да. Забавное, забавное. Гош, ну ты победитель. Я знаю. Давай, поделись своими впечатлениями. Ну, слушай, хорошая игра. Ну, то есть, когда она очень... Ну, во-первых, она единственная локализована, что я уже сказал. И в этом есть своеобразный плюс. Мне кажется, что люди, которые не знают, но хотят познакомиться с Соником, это самый лучший вариант. И она локализована, наверное, в каком-то 16-ом, 17-ом, может, или 18-ом. Я вот где-то в это время играл когда-то и понял еще тогда, давно, что не нужно жадничать. Она... То есть, игра явно на жадность, но жадничать не надо. Поэтому это просто, наверное, мой древний опыт сработал. Моя древняя чуйка. Вот эти... Память предков. Да. Лептильный мозг. О, отличная ссылка. В общем, смешная игрушка. Она вот именно смешная. Она дарит какое-то веселье. Не то, чтобы там она суперзаумная, но веселая. Вот. Да, ну, то есть, она такая быстрая. Мне кажется, у меня там есть слон компании друзей, в которых мы любим просто какие-то быстрые, несложные игры, чтобы это было достаточно азартно, там, а-ля Шарлатана из Квадленбурга, вот что-то такое. Мне кажется, предельное погружение туда тоже бы отлично зашло, потому что это... Здесь короткие партии, при этом здесь все равно есть это напряжение из-за того, что выкинешь, ты не выкинешь при этом, но ты все равно не понимаешь, как бы, сколько у тебя будет времени, будут ли люди подбирать сокровища, это создает такой некий, ну, не совсем саспенс, тут, скорее, что это более фановое, но доля напряжения. Поэтому игра прикольная. А не знаю, сколько мы играли, минут 20? Наверное, да, ну, совсем немного, это правда. Да, вот, такие вот мои впечатления. Мне тоже она нравится, как раз, ну, вот этим ощущением, типа, поднять сейчас или потом, или подороже вот что-то попробовать взять. И все зависит же от кубов, просто от того, как они выпадут. Конечно, ты на них влияешь тем, что подбираешь, не подбираешь, потому что это, скажем так, твои минус один к кубику. И сбрасывать вот сокровища тоже может быть важно. Прикольное, прикольное. А кто-нибудь из вас вообще сбрасывал сокровища, чтобы дальше двигаться? Аня сбрасывала, да. А, ну, то есть, вот только сейчас. Ну, где она? Ну, нет, ну, Анька просто зря пошла очень глубоко в этот раз. Я подумала, что, как бы, ребята там останутся, и, в принципе, если что, я их приведу, ну, типа, перепрызну. Нет, ну, просто здесь была такая еще ситуация по очкам, что здесь не было смысла выходить с маленьким количеством очков. Либо надо было вынести много и рискнуть, либо, ну, все равно проиграешь. Ну, в итоге, даже если ты не... вот, чтобы надежно не жадничать, это нужно войти, взять один жетон и выйти. А хочется, ну, хотя бы, ну, чуть больше, там, два жетона. И в прошлом раунде я не дошел, потому что просто в конце там две единицы бросил. В этот раз я не дошел, две единицы бросил. Я тут очень не знаю. Прям, ну, я и кубики, это притча, вот. И, собственно, я не удивлен, что, как бы, результат моего погружения именно такой. Но игра, правда, строго про фан. Вот она про то, как вы забавно с друзьями проводите время. То есть такая несерьезная. Одна из, наверное, самых несерьезных игр от Oing Games, которая выглядит как серьезная игра. Потому что, как правило, их несерьезные игры выглядят прям несерьезно. А это такая, вот у нас есть жадность, у нас есть кубики, а ты такой, ну, там, от кубов, конечно, зависишь. Но, как гитвей, она тоже прекрасно подходит. То есть людям показать современные настольные игры в таком маленьком форм-факторе, это прикольно. В своем роде. Здорово, что ее локализовали. Жаль, что просто дальше дело не пошло. А так, прикольно. Я не знаю, что тут еще добавить. Вы сами наверняка уже играли в эту игру, а может быть и много раз. У кого-то из вас она в коллекции есть. Так что тут ничего нового мы вам не рассказали. Но не поиграть в нее, не показать в этой внутри серии игр от Oing Games, ну, было просто невозможно. Спасибо огромное вам за просмотр, вам за прекрасную партию. И увидимся в следующий раз. Всем пока. Ставьте лайк. Да, ставьте лайк, как Аня говорит. Ну, а теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok